вот здесь хочу показать вот это с правой стороны вот видите характерная форма как блин да это первичное железо которое выплавляется железо плавильной печи печи железо плавильные у адыгов шапсугов они как правило сооружались в слое глинистой почвы в обрыве могли быть они они одноразовые загружались древесным углем и железной рудой железная руда использовалась по-научному называют сидерит сидерит и лимонит в других народах называется земляное железо или болотное железо феррум 2 о 5 до 40 процентов содержания железа и вот вот это вот еще называется крица вот из этой крицы нужно было ее снова расплавить переплавить снова в печи уже другой конструкции вот другой руке я держу уже готовую торговую марку заготовку вот это уже более высокого качества железо оно весит где-то около двух с половиной килограмм вот такими плюшками на такие плюшки железные адыги обменивали другие нужные им товары у торговцев которые здесь появлялись в том числе начиная с эпохи скажем так появление генуэзцев и венецианцев когда итальянцы здесь бывали это 13 14 15 век до появления османской империи вот так она выглядит м-м-м-м